Привет дорогие друзья и гости моего канада цветочный сад у Аленушки. Хочу вам показать прекрасный осенний цветок. Называют его по-разному. Кто называет его астро вересковая, кто называет астро многолетняя вересковидная или сентябринки. Но сентябринки я считаю это те бабушкины цветочки, которые разрастаются просто хаотично. А эта все же астро вересковая растет к хорошим кустообразным пушистым кустикам. Я покупала вот такой кустик осенью в прошлом году. Он очень хорошо перезимовал и дал мне новых 5 росточков, которые я рассадила по одному. Конечно сейчас уже вида никакого нет в этих росточках. Я их все срезала на букеты, добавляла. Вот они маленькие у меня. Но вот такой куст, который не трогала, я оставила для обзора и показать вам, что бывает вот такая осенняя астра, осенняя красота, когда цветут только одни хризантемы в основном. И издалека видна вот такая красота. Расцветок таких вот такой астры много. И малиновый, и розовый, и синий. Но у меня вот такая фиолетовая на рынке. Пока не продает у нас новых расцветочек. Через интернет-магазин уже опасно заказывать. С последней посылкой вообще расстроилась. Сегодня даже не доказала свою правоту. Хотя сфотографировала, показала свою гехеру, что пришла в каком она состоянии. Но мне знаете, что ответили? Сказали, что... Что вы хотели? Это же осень. Уже листвы и не должно быть. Как у листвы и гехеры не должно быть, если она сейчас в полной красе, у нее листва? И я отвечаю, что ладно листва, но вот эта уже сгнившая кашица, как это может появиться в посылке? Ну ничего не доказала. Меня занесли в черный список. По одноклассникам она идет, не ошибитесь, Екатерина Климова. А в других одноклассниках, у нее две страницы, одноклассниках страницы и еще не одноклассники, есть группа. А группа... Оставлю даже ссылочку под видео в описании. Не заказывайте у этого человека ничего. Сколько раз заказывала и приходит на этот материал. Луковицы вообще половина гнилых, половина больных. Фотографии тоже я показала, поэтому уже рискованно заказывать через интернет. Поэтому хорошо наглядно видеть и заказывать. Поэтому вот такую астру лучше купить осенью, посадить и весной рассадить по отдельным черенкам и уже видеть красоту на своем участке. Друзья, затронула тему и с рассылкой через интернет-магазины и рассылкой участников. И показала вот такую красоту астры многолетней, которая, я думаю, украсит любой участок и уголок вашего сада. Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам здоровья, удачи, красоты на участке, хорошей осенней погоды. Не заказывайте у плохих продавцов цветы. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok